всем привет с вами взлом и это четвертый выпуск уэксплея по майнкрафт с индустриальными модами я почему так долго не снимал потому что это блин была морока с вот этими вот механизмами которыми я сейчас расскажу для начала проведем осмотр да как вы заметили произошло много изменений с этого дома я съехал здесь российскую территорию возможно будет какая-то фабрика построил такой вот примитивный ангар ангар почему я люблю потому что в нем много места можно ставить здесь я поставил прибор здесь провел провод здесь поставил ботбокс пока что у меня энергии катастрофически не хватает и уголь израсходится я уже не хочу его тратить уголь свой в общем в этой серии предстоит многое сделать вот у меня здесь перетирается экстрактор компрессор здесь я все же все сделал нормально здесь у меня инструменты и амуниция вот здесь у меня блоки для строительства здесь у меня еда и удобрения посевы здесь у меня айрон фрэнс я не знаю зачем здесь у меня индустриальные и дроп в основном здесь у меня ресурсы как видите очень много ресурсов стало последнее время это я мне предстоит все перетереть и переплавить вот 16 алмазов рылся очень долго наверное часа четыре и нашел таки 16 алмазов ну нам позволяют ресурсы сделать уже автоматический карьер ну естественно мы его и будем делать так выбираем для начала нам нужно сделать помп чтобы качать воду где он здесь да у нас можно вот помпа здесь вот так для этого айрон гир окей пока что у нас железо есть вот кстати я очень много парился чтобы найти прополис для туда быть ну это потом я вам расскажу так нам нужно одна шестеренка такая я уже заготовил так и это мне был булыжник вот ой нет так вот так так вот так лично теперь нам нужно две палки сделать кирку так как там блин сбила все ясно так это легко и вот так отлично так теперь нужно сделать цилиндр я не помню как он делается по моему вот так нет а почти угадал вот так вот так ставим получается помпа лично помпа у нас есть теперь нужно сделать двигатель внутреннего запирания 1 так как раз нам понадобится вот вот это все вроде так сначала делаем опять же каменные шестеренки там железные вот он двигатель внутреннего сгорания так теперь нам железо потребуется да потребуется и нам потребуется золото и и алмазы 11 алмазов до карьера очень затратно делается но это того стоит поверьте так мы его сейчас быстренько находим как же он делается в принципе можно было прописать но вот нет не он а вот так это нет это не то вот он квари 2 золото диамантовые ну а там дальше понятно ясно пока что мы сейчас это сделаем у нас уже нету кстати у меня дефицит в зере он такой идет маленький дефицит ну ничего думаю все будет в порядке работы предстоит очень много к тому же еще и ознакомительный так вот да есть такие воспитательщики которые построили и ничего не сказали о своих постройках я скажу о всех постройках о всем так что не переживайте не заглядывайте в окна там которые у меня здесь это я все о всем расскажу почему я не снимал это ну это было неудобно во первых мне нужно было быстро побыстрять съемку чтобы вы увидели процесс строения я долго очень не разбирался как сделать там биомассу и все такое ну в общем париво так это мы уже сделали нам нужно еще одну золотую шестеренку я как-то прогадал так сейчас у меня скайп звонили угу ага все что я протупил так 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 вот это именно такие крафты золото нужно вот так и вот так так это мы сделали что там в кваре а а еще айрон да без проблем две айрон шестеренки это уже не золотые золото здесь не потребуется слава богу нет нам нужен еще палки там используется алмазная кирка ну вот теперь собираем уже наш карьер собрали да нужно еще одна шестеренка как-то я прогадал не увидел треть но ничего все в порядке не расстраиваемся вот ну а здесь редстоун кусочек редстоун всегда найдется как вы видели у меня очень много его вот он аквари это очень классно так теперь нужно сделать да кстати редстоун и лазурит ну нужно чисто технически сделать вот такие вот маркеры они пригодятся но я буду делать карьер эффективный 64 на 64 блока очень большой так ну я его буду наверное ставить не в этой серии явно я его просто сделаю или поставлю но на маленький да на маленький потому что у меня нет еще фабрики такой большой там переработки энергии и все такое так нужно это пока что откладываем наш технический сундук ресурсы заливаем обратно ой нету да что то у нас копыр так карьер мы сделали как-никак но сделали для этого как раз два редстоун двигателя есть трубы а вот теперь нужны трубы а вот что я хотел сделать так это наконец-то автоматизировать ну хотя бы чтобы энергия была для этого нам понадобится так понадобится ветрики ух ты как-то для этого нам нужны печки кстати нам нужно опять таки железо да железо много нужно вообще но у меня еще там не перед есть железо его довольно таки много хватит не зря же я в шахте так долго копался вот нужен вот это тактин потом редстоун и провода провода хватит а ладно так нужно ага это вот так даже нет вот так нет да вот так а вот это вот сюда да батарейка так нам нужно ее 4 штучки 4 батарейки есть ой 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 даже так не хватает железо переплавлено но это мы быстро исправим а вот и она кризис среднего возраста так ну ладно у нас угля мы не жалуемся на уголь даже я алмазы кстати ни разу не ищу фух ни одного промышленного алмаза еще не сделал надо поспать потому что зомби меня обложат еще что я боюсь зомби как-то так это ж зомби так ладно нам нужно это два генератора есть теперь еще две печки ага нам нужно вот так так раз два раз два раз два раз два так так да железо конечно быстро израсходуется я не спорю хотя бы вот так не ну что классно даже ветряк один делал не делал значит не делал вот 4 ветряка теперь нам понадобятся киновские провода нам нужно их 64 в общем насколько хватит нет этого мало этого явно мало чем у нас все равно есть передроблю бог с ним вот все так вот этого нам точно хватит на все цепи когда же конечно много будет вот вот так вот у нас будут выходить я даже знаю как все нормально я все не продумал но знаю уже как опыт есть так но пока что у нас все там тропится я покажу что у меня здесь есть у меня здесь есть ферма кактусы у меня здесь есть арбузная ферма потом пшеница гивей в общем то пока что там еще пасеки есть я сейчас их покажу так включаем f3 чтобы не прогадать 127 уровень по-моему даже это новая версия индустриал крафт можно даже выше поднимать вопрос твой мать как я спущусь это меня не колышет как минут на спущусь так что двадцать пять семь вот 127 ой 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 чё ты не ставишься гляньте вы видите да блин если вы это видите на съемке то вы меня поймете это fps фух поставил офигеть ну в общем я этого и ждал только я думаю я поставлю это в общем бред такой бред начинаются фейлы о еще и кирку не могу достать ван сейчас я все продумаю так у нас есть 49 булыжника нет не хватит думаю сейчас возьму землю булыжник лопату это капец какой то это же надо было так не продумано все сделать ну ладно не будем огорчаться зачем огорчаться этого никто не просит о почему у нас мацератор без работы кстати нам железо надо будет вот пожалуйста какой железо придраблюсь так ну здесь мы сейчас возьмем песок точно что нам не жалко так это песка блин вот это бред это фейл из фейлов я так собирался спускаться в принципе спрыгнуть просто напросто думал это когда спрыгивать буду в конце концов ладно ладно так все нормально я ничего не потерял конечно потерял три уровня мне даже зачаровать ли они так что ничего я не потерял сейчас зато установлю нормальные ветряки не буду париться кстати глубокое у меня озеро и спущусь не потеряю ничего долго там еще но опасность вот это прикол да ладно в принципе пофиг как зачем и почему смысла нет вот ставься главное чтобы сейчас пролах опять не случился один будет пайланутый ветряк но пофиг я потом все равно буду геотермальник ставить все спускаемся энергия должна идти не ну обидно фейлы эти думал сейчас все будет без фейла нет да кстати с отсюда можно сделать обзор еще вон на ту фабрику которую мы сейчас рассмотрим поближе так здесь мы закроем это фабрика торфа обыкновенная фабрика без никаких автоматизаций нужно самому все делать все ставить сейчас мы ее кстати запустим вот так а здесь у меня торф ой 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 как все запущено так вот фабрика работает по такому принципу сюда загружается торф отсюда идет торф сюда так это гумус такое сейчас сюда закачается ну в принципе пусть качается здесь у меня пасеки так ну крафт вы их найдете естественно не буду показывать пасеки у меня их сейчас раз два три пять штук это только три здесь у меня работают пчелы которые пустынные пчелы там не работают вон там сейчас будет работают пчелы луговые и не какой-то непонятный вид я не знаю как их выдрал думаю редкий так вот надо постоянно кактусы собирать так вот здесь они у меня возле той дыры там где я нашел продолжение шахт вот две пасеки здесь они вот это луговые пчелы а это неизвестный вид кто-нибудь если знает этот вид кстати классный он сахар дает вот и кто этот знает вид пожалуйста напишите мне в комментариях под видео что они из себя представляют хотя бы знать потому что я их нашел в пустыне причем не то что там в окраине что могло из лесного биома перенеслись а именно из пустыни в середине было кстати вот это сундук здесь у меня все пчелы у меня еще вот видите вайлент принцесс есть я их я ее скрещу с модест пчелой и получился вот тот вид так здесь у меня пасеки вот это центрифуга вот название так здесь стоит торфяной двигатель на нее это ферментир который кстати я с ним долго возился смотрите вот ферментир так работает сюда загружается вот эта пыль это из апатита можно делать апатит ну вы найдете крафт здесь ростки гивей ростки гивей можно в принципе любые ростки но гивей больше всего дает 0,8 ведра за секунду по моему вот это мед жидкий который вот из соковыжималки здесь выжимается вот капли меда здесь они наполняются и здесь они переводятся в баночки а здесь тоже торфяной двигатель и сюда получается вот сюда я беру вот баночка с медом загружаю и сюда пополняется это нужно для работы ферментира чтобы он бродил сюда и а вот это уже выходная жидкость которая биотоплива я еще с ним разберусь это не полностью биотоплива по моему так как с него можно еще что там делать вот получается здесь у меня капли меда и воск здесь у меня капли меда кстати вот здесь прополис еще попадается иногда вот и здесь у меня мед наполняется в баночке я их переношу сюда также наполняю резервуар включаю эту машину здесь у меня переводится в этот вот и здесь они автоматически наполняются тоже в залитые баночки с биосмесью вот ну думаю серия уже подошла к концу в следующей серии мы добавим некоторые механизмы установим автокарьер поставим геотермальный генератор все всем спасибо за внимание пока